Хайте верьте, хайте нет, но вы снова в Блев-клубе. Вот так вот, дорогие друзья, обнимая одной рукой ёлочку, сжимая в другой руке бутылку шампанского, я хочу сказать, что до встречи нового года, до встречи нового столетия, нового тысячелетия осталось всего каких-то два с половиной часа. И давайте проведём их вместе, вместе с нашим новогодним Блев-клубом. Кстати, сегодня ждут вас встречи с очень интересными и знакомыми для вас артистами, которых вы все хорошо знаете, которые уже не раз играли у нас в Блев-клубе и которых вы очень любите. Ну а по поводу нового года, по поводу уходящего тысячелетия есть прекрасные стихи Игоря Иртенева. Прости-прощай, ушедший век двадцатый, здорово-здравствуй, двадцать первый век. Я поздравляю с грандиозной датой своих сограждан, современников, коллег. Итоги подводя тысячелетия отмечу. Наш народ непобедим, и что нас снова выведет кривая из места, где мы столько лет сидим. И мы, сведя концы с концами, поднявших хвост победную трубой, рванемся вновь на тройке с бубенцами, оставив все народы за собой. Но что сказать в конце тысячелетия? Тысячелетие в целом удалось. Дай бог, чтоб не последним было третье. А там, глядишь, и пронесет авось. Давайте. Мона. Нона. Ага. Охонь. Ага. Охонь. Охгол. М Net. Охонь. 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 Г! Г! Р-у-о! 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 Дэн! Я! Р-у-о! Я! Р-у-о! О-о! О! Ю! Ю! Идем! Ух, Ю! Но! Я, я! йо 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 Мягкий знак Мягкий знак Мягкий знак не знаю Три 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 Четыре Ну ладно, три Ну сегодня под Новый год Будет очень много стихов Еще одно пожелание в стишках Говорят, под Новый год Нужно влить спиртное в рот Потом закуску положить И весь год счастливо жить Поэтому, дорогие друзья, сегодня под Новый год Мы будем пить шампанское, мы будем пить вино Еще в годы застоя У нас должны были все народы отмечать праздник 303 с день рождения Петра Великого Меня вызовали, и фильм был занаряжен На Ленфильме, меня вызовали на Кировский проспект Вот ныне Каменноостровский И режиссер сказал, вот значит так У Синевы, начало 18 века Народ строит флот Ты сказал, да, первый титр фильма на фоне матч За кадром столько топора, народ строит флот Ты должен мне, значит, написать песню строителей русского флота То есть, как ты понимаешь, русскую народную песню начала 18 века Но в эту песню надо включить то, что я тебе скажу Первое, надо отразить технологию строительства флот Второе, в песне надо отразить как-то, так сказать, положительно, мягко положительно все-таки православную религию Говорит, ну это сейчас вроде все эти три обкома в такие наперстные кресты надели Ну, что-то надо вот Третье, тяжкий гнет крепостничество Надо, значит, отразить, как все его не приятно Четвертое, самое важное Я, говорит, ты песню послушал, ты не справишься, у тебя не минорная Надо, чтобы песня была лихая, озорная, хулиганская Чтобы сразу стало ясно, что написали настоящие живые мужики в 18 веке Они дохлые интеллигенты отца Но, что все озорское приванство на полном серьезе должны просматриваться Национальное самосознание При гордости народа, которые в первую ходят в дворские просторы Понял? Все, иди работай Я ушел, думаю, ничего не выйдет Потому что песня же должна быть короткой А тут никаких мегабайт не хватит, чтобы все информации Ну, я человек послушный, я все сделал Когда я пришел, уже фильм отменили И не были, отменили Леонид Ильичу подложили, еще был Леонид Ильич Он сказал, поставили меня в неловкое положение Не доложили, что Петр царь А раз царь, то нельзя Все, отменили Итак, мы с Теневы Начало 18 века За каждым стук топора Народ строит флот Русская народная песня Мы народ артильный Дружим с топором В роще корабельной И сосны подберем Эх! Православный, глянь-ка С берега народ Погляди, как Ванька, по морю плывет Православный, глянь-ка, с берега народ Погляди, как Ванька, по морю плывет Осенью зарею, знаменем Христа Высмолил смолонью крепкие борта Эх, православный, глянь-ка, с берега народ Погляди, как Ванька, по морю плывет Православный, глянь-ка, с берега народ Погляди, как Ванька по морю плывет И здесь пушка стреляла Девку с голой грудью я изображу А медную орудью дух заряжу Эх, ты, мортира Грянька, над пучиной вод Расскажи, как Ванька по морю плывет Ты, мортира Грянька, над пучиной вод Расскажи, как Ванька по морю плывет Тешилась над нами барская лоза Били нас кнутами, брали в железа Эх, ты, Боярин Грянька, от своих ворот Как колоб твой Ванька по морю плывет Ты, Боярин Грянька, разевая рот Как колоб твой Ванька по морю плывет Море наша сила, а море наша жизнь Веселись, Россия, Швеция, держись Эх, иноземный Грянька, с берега народ А мимо русский Ванька по морю плывет Эй, иноземный Грянька, с берега народ А мимо русский Ванька по морю плывет Вот и снова Новый год Кто не выпил, тот урод Был у нас такой один знакомый Отличался от всех остальных тем, что он в этой жизни практически умел делать все Человек, который работал на железной дороге Но он занимался абсолютно всем То есть вот когда заходит в компанию речь о чем бы то ни было Он тут же поддерживает разговоры И да, кстати, когда я работал на колобасном заводе Это на словах он умеет все или он действительно везде Подожди, подожди, подожди И чего бы тема ни касалась Он тут же подхватывает и все И действительно он такой мастер-теоретик, понимаешь Потому что действительно он про многое знает Он читал книжки там всевозможные Еще что-то, правда, своими руками практически ничего делать не умел И вот как-то мы едем в машине Вот, и хорошенько посидели И все, и идет легкий разговор И человек постоянно, без конца, знаешь, встревает разговор То есть уезжали тут на поезде, представляешь, сдерни стоп-кран Он сказал, кстати, я без старой железной дороги Конечно, стоп-кран И он полностью рассказывает, ну, все, понял Спасибо большое тебе за стоп-кран И я, о, между прочим, тут вот заезжал в шиномонтаж Слушай, такой стоит интересный стоп-кран Кстати, я когда вулканизирую резину, да Вот у меня тоже стану И он тут же поддерживает эту тему Кстати, едем дальше, ты знаешь Вот тут недавно болел чего-то, с головой плохо Прихожу в аптеку с таблетками Кстати, я вот когда работал в аптеке То лекарства, я тебе объясню Он рассказал, как создаются лекарства, еще что-то И вот этот бесконечный поток, он идет, идет, идет Значит, тяжело в машине ехать, да И вдруг так большая паза Успели в клинику с вами Слушай, старик, извини А есть в жизни вот хоть что-нибудь Чего ты никогда не делал Значит, он так За! Есть! Все так говорят Что? Я никогда не принимал роды Все так облегченно выдохнулись И буквально через две секунды Хотя У хомячка Так вот У хомячка? Веришь ли ты? Да Что он действительно принимал роды у хомячка? Не верю Скотина и правильно делай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!